Здравствуйте! Сколько в этом году в Алтайском крае сформировано студенческих отрядов и куда отправятся студенты нашего региона? Об этом мы сегодня поговорим с инженером Алтайского краевого штаба студенческих отрядов Николаем Корсиковым. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Насколько знаю, буквально с корабля на бал, с корабля в нашу студию вы попали сегодня. Сейчас только что закончилось какое-то у вас масштабное мероприятие. Расскажите немножко, что это за мероприятие и какая у вас на цель? Ну да, действительно, с корабля на бал. Буквально полчаса назад у нас закончилось торжественное открытие третьего трудового семестра, посвященное 50-летию краевого студенческого отряда Алтай. В этом мероприятии приняли участие более чем 2000 человек с разных направлений студенческих отрядов. Но, в принципе, торжественное открытие является ключевым моментом подготовительного периода. И уже буквально сегодня-завтра студенческие отряды поедут покорять нашу Родину и Россию в целом. Вот даже так, да? Тогда еще один мой вопрос. Сколько у нас студенческих отрядов сформировано в крае? И опять же, куда они поедут? Что именно покорять? Где будут работать? Ну, в этом году у нас сформировано более 80 отрядов различных направлений. По краю? По краю. В принципе, в крае сформировано. Сформировано у нас 32 студенческих строительных отряда, 19 студенческих отрядов проводников, 18 студенческих педагогических отрядов, 2 экологических отряда, 3 волонтерских отряда, 1 путинный отряд. Ну и новинка этого юбилейного сезона сформирован первый в истории Алтайского края студенческий медицинский отряд. Вот это да. Николай, ну я вот по еще, не знаю, по советским временам знаю, что всегда студенты стремились попасть в строительные отряды, да? Особенно если это какие-то очень важные масштабные стройки, потому что там есть возможность заработать, да? Ну я так понимаю, что в этом смысле ничего не изменилось. То есть студенты едут в строительные отряды не только чтобы пообщаться, чтобы сплотиться, да, единым коллективом, но еще и есть возможность заработать что-то, да? Есть такая возможность? Ну да, действительно, есть. В этом году более 20 отрядов будут работать за территорию Алтайского края. В свою очередь на территорию Алтайского края будут работать тоже 40 отрядов. Это студенческие строительные отряды и отряды проводников, ну и, конечно же, педагогические отряды. Они у нас охватят более 30 лагерей на территорию Алтайского края. Но есть отряды, которые выйдут на ключевые, так называемые, стратегические объекты Российской Федерации. Это в первую очередь всероссийские трудовые проекты, всероссийские студенческие стройки. Может, расскажем о них поподробнее? Ну, как минимум у нас 120 человек примет участие во Всероссийской студенческой стройке «Север». Это что такое? Где? Это самая масштабная стройка Российской Федерации. В ней примут участие более полутора тысяч человек. Она пройдет в республике Саха-Якутия на Чидинском нефтегазовом месторождении. И бойцы отрядов приступят к финальным работам на газопроводе «Сила Сибири». Кроме этого, у нас отряды поедут возводить строительные объекты в городе Санкт-Петербурге, на федеральную трассу в Амурской области. Поедут строить атомную станцию в Ленинградскую область. Работать в закрытом городе в Челябинской области. Ну и, конечно же, охватят огромное количество других различных объектов. Ну и немножко о других направлениях. Педагогические отряды — это что? Чем они будут? В лагеря, в детских лагерях? Педагогические отряды в этом году отправятся в детские лагеря отдыха на территорию Алтайского края. Ну и кроме этого, наши бойцы войдут в сводные отряды на таких проектах, как «Орленок», «Артек», «Смена», ну и, конечно же, ВДЦ «Океан». А путинный отряд — это, видимо, Дальний Восток, Курилы, Сахалин, да? Да, путинный отряд направится на Курилы, на Сахалин и будут заниматься именно рыбообработкой на полуострове. А сколько вообще вот это вот ваше, как вы назвали, третье, да, третье смена? Третье трудовой семестр. Семестр, да. Сколько он длится? Все три месяца? Ну, третье трудовое семестр у нас начинается официально с 1 июня и заканчивается 31 августа. В основном все отряды у нас вернутся с третьего трудового семестра 31 августа. А сессия? А сессию часть отрядов успевает сдать досрочно. То есть это отличники все, да, у вас? В основном хорошисты и отличники. Плохих в отрядах не берем. Ну, да, я хотел спросить, сложно ли попасть в строительные отряды. Я знаю, что там достаточно жесткие отборы. В течение всего года он ведется, да, смотрят парня в горы, тяни и рискни, так сказать, да, то есть насколько он коммуникабелен, да, насколько он может работать в коллективе, да, и какова, опять же, его успеваемость, да? Ну, да, действительно, существует определенная система отбора. Это, в принципе, сначала отбор в отряд как таковой. В принципе, отряды сейчас активно развиваются, молодежь активно стремится в студенческие отряды, потому что студенческие отряды – это в первую очередь хорошая семья, хорошие взаимоотношения, хороший коллектив, ну и, конечно же, хорошая заработная плата. Отряды, которые у нас направятся на всероссийские трудовые проекты различного профиля, они получат от 30 тысяч рублей в месяц заработную плату. Ну, это достаточно. От 30, а дальше уже как поработаешь, да? А дальше как поработают, конечно. То есть, ну, это даже больше, чем средняя у нас по Алтайскому краю, это очень хорошая зарплата для взрослого человека, скажем так, да, и большой плюс, да, на эти деньги можно что-то купить, помочь своей семье, там, родителям и так далее и тому подобное. Но у вас еще сформированы волонтерские отряды, да? Это, я так понимаю, что добровольцы. Да. Что они будут делать? Сформированы волонтерские отряды. Ну, если я говорю, что у нас один волонтерский отряд сформирован в городе Барнауле, но также у нас активно студенческие отряды развиваются в городе Рубцовске, городе Бийске. И на данный момент студенческие волонтерские отряды занимаются именно волонтерской деятельностью в сфере подключения цифрового ТВ. А вот они, да, вот именно эти ребята, о которых так много говорилось, что будут у нас волонтеры, это ваши, значит, да. А вот, Николай, зональная студенческая стройка Барнаул, поясните нам, что это такое, где и вообще кто там будет тоже участвовать? Ну, в этом году пройдет легендарная зональная студенческая стройка Барнаул. Она пройдет в пятый год и будет у нас тоже являться знаковой. В этой стройке примут участие более 120 человек, представители из восьми разных студенческих отрядов разных вузов Алтайского края. Они будут работать на таких знаковых объектах, как дорожная сеть города Барнаула, озеленение территории города Барнаула, ну и различные предприятия города Барнаула. А, это не какая-то одна конкретная стройка, это просто название. Да. Смотрите, стройка Барнаул, но они на разных объектах будут работать, да, наши студенты? Да, да. Ага, понятно. А они в обязательном порядке все три месяца должны работать? Или, может, кто-то хочет один месяц отработать, кто-то два, кто-то три, допустим? Ну, структура студенческого отряда предполагает такую систему, что минимум бойцы должны отработать два месяца. Потому что на него рассчитывают, да? Да, конечно, рассчитывают производственные объемы, рассчитывают комиссарскую деятельность. Ну и, в принципе, там, после двух недель бойцов максимально затягивают, они уже не могут с этим никогда расстаться. Николай, я так понял, по вашим значкам вы уже неоднократно, да, участник студенческих отрядов? Да, я уже в студенческих отрядах с 2013 года. Более семи лет участвовал в всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Сам был участником стройотрядовского движения. Практический ветеран, да? Да, практический ветеран уже. Николай, а скажи, вот традиции, они сохраняются все? Ну, не только хорошо работать, но и хорошо, достойно отдыхать там, концерты проводить, общение, просветительская какая-то деятельность для местных жителей. Это все сохранено? Ну, конечно, это у нас сохраняется и передается через поколения. Это, конечно же, проведение различных профориентационных встреч, концертов для местных жителей, ну, и оказание какой-то, в принципе, посильной помощи ветеранам и труженикам тыла. Это тоже, то есть, в обязательном порядке, да? Да. Понятно. Юбилейные даты в этом году как будут еще праздноваться у вас? Ну, в этом году у нас огромное количество юбилейных дат. Год действительно знаковый. Это 60 лет движения студенческих отрядов Российской Федерации, это 55 лет Кровевому студенческому отряду «Алтай», 50 лет Всероссийской акции «Снежный десант». Пошлые круглые даты. Да, да. Это и 15 лет Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Это, конечно же, 5 лет Всероссийской студенческой стройки «Барнаул». В этом году, кроме этого, 45 лет студенческим отрядам классического университета и 20 лет педагогическим отрядам «Алтайского края». Планируется огромное количество мероприятий как на подготовительном периоде, так и на итоговом периоде. Ну и, конечно же, самым главным мероприятием будет являться Всероссийский слез студенческих отрядов, который пройдет в октябре в городе Москве, в Кремлевском дворце. Здорово. Вы да поедете туда? Конечно, поедем. Повезло, повезло. Николай, ну, поздравляю вас, во-первых, с тем, что вы приняете участие в этом замечательном форуме студенческом. Успехов вам в работе и в вашей важной такой деятельности, которую вы делаете. Здоровья, до новых встреч. Вам спасибо, до новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях был инженер Алтайского краевого штаба студенческих отрядов Николай Корсиков. Спасибо за внимание и до встречи.